Глава 4. Подзаголовок 7. Палестинский принцип в кавычках на вооружении гитлеровской Германии. В этом отношении кампания арабского мира против Израиля представляет собой не первый пример того, как тоталитарные режимы извращают принцип самоопределения наций в целях оказания давления на демократические государства. Самым известным примером такого рода является история гитлеровской оккупации Чехословакии. Сегодня представляется уместным напомнить некоторые подробности этой истории, поскольку арабы в точности повторяют действия нацистской Германии в период предшествовавшей Второй мировой войне. Чехословакия расположена на стратегически важном перекрестке в центральной части европейского континента, и ее завоевание было необходимым звеном гитлеровского плана покорения Европы. Эта небольшая страна была способна выставить на поле сражения 800 тысяч человек, причем чехословацкая армия считалась одной из сильнейших в Европе, ее мощь основывалась на высокоразвитой оборонной промышленности, производившей новейшие виды вооружений. Задача Гитлера осложнялась еще и тем, что западная граница Чехословакии была надежно защищена труднопроходимым горным хребтом. Там расположены знаменитые судеты и рудные горы. Чешское правительство возвело в этом районе разветвленный комплекс оборонительных сооружений, прикрывавший подступы к Праге. Из последующих показаний на Нюрнбергском процессе стало известно, что немецкие генералы категорически возражали против предложенного Гитлером плана прорыва судетских укреплений, поскольку эта задача казалась им невыполнимой в военном отношении. Так, например, начальник немецкого генштаба фельдмаршал Вильгельм Кейтель свидетельствовал. «Которая разбилась бы как волна о волнолом пограничных укреплений в судетах». Однако перед Германией стояла еще одна преграда. Западные державы дали в Версале гарантии защищать чешские границы в случае любой агрессии. Франция, которая в 1938 году могла выставить 100 дивизий, в полтора раза больше совокупной мощи вермахта, дала письменное обязательство прийти на помощь Чехословакии, а Британия и СССР обещали присоединиться к ней в случае возникновения военного конфликта. Военная победа казалась Гитлеру недостижимой, поэтому он начал беспрецедентную политическую кампанию, направленную на отторжение судетской области от Чехословакии. Тем самым он рассчитывал лишить чехов реальной возможности защитить Прагу. В судетах большинство населения составляли немцы, и Гитлер заявил, что немецкие жители этого района имеют «право на самоопределение» в кавычках. Иными словами, они должны получить собственное государство, хотя Чехословакия, которая была образцовой демократией, обеспечила судетским немцам полное гражданское равноправие. С этой целью Гитлер создал в судетах послушное ему политическое руководство, лидер которого, Конрад Генлейн, определил свою задачу следующим образом. «Мы должны всегда требовать так много, чтобы наши требования невозможно было удовлетворить». Генлейна проинструктировали, что он должен категорически отрицать свои связи с Германией. Уильям Ширер в книге «Взлет и падение Третьего рейха. Москва. 1991 год», который был в то время репортером в Европе, кратко обобщает события того периода. Таким образом, положение немецкого меньшинства в Чехословакии послужило для Гитлера только предлогом, чтобы подготовить почву в стране, которую он жаждал захватить, чтобы размыть ее изнутри, чтобы озадачить, ввести в заблуждение ее друзей и скрыть свою действительную цель, которой являлось уничтожение Чехословацкого государства и присоединение его территории к Третьему рейху. Лидеры Франции и Великобритании так и не поняли этого. Всю весну и почти все лето премьер-министр Чемберлен и премьер де Ладье, и не только они, а почти весь мир, искренне верили, что Гитлер добивается справедливости для своих соотечественников в Чехословакии. Конец цитаты. Вдобавок ко всему Гитлер организовал движение за освобождение судет, которое называлось Судетский добровольческий корпус. С помощью этой организации он инспирировал серию хорошо подготовленных насильственных акций, вынудивших чехословацкое правительство применить ответную силу. Гитлер тайно вызвал Генлейна в Берлин, где подробнейшим образом проинструктировал его, как следует вести агитацию за предоставление независимости судетам. Затем Гитлер заменит этот лозунг на требование присоединения судетской области к Германии, произвольно смешав принцип самоопределения с немецким иридентизмом. Тогда же Геббельс организовал клеветническую пропагандистскую кампанию, в рамках которой нацисты распространяли слухи о «чешском терроре» и о преследованиях судетских немцев. Отказ чехов передать судетские территории их «законным немецким владельцам» в кавычках, как неустанно повторял Гитлер, является подлинным препятствием на пути к миру, поскольку Германия не может оставаться пассивной, когда чехословацкое правительство угнетает немцев в судетах. Нацистский лидер отверг предложение о предоставлении автономии судетским немцам. Он настаивал на том, чтобы им было гарантировано право на самоопределение. Нацисты цинично подменили причину следствием. Они заявили, что чехи пытаются спровоцировать кризис в Европе с тем, чтобы предотвратить распад своего государства. Ответственность за судьбы мира в Европе была возложена на Чехословакию. Этот крохотный сегмент Европы угрожает всему человечеству. Гитлер пояснил, что существует простой способ избежать войны и добиться справедливого решения вопроса. Западным державам, имелись в виду Британия и Франция, следует заставить чехов сделать то, что необходимо для сохранения мира в Европе. Чехословакия должна покинуть оккупированные территории. И это сработало. С удивительной быстротой правительства и творцы общественного мнения на Западе приняли точку зрения Гитлера. В течение 1937-1938 годов на Чехословакию стало оказываться постоянно возрастающее давление со стороны западных держав. От чехов требовали, чтобы они «сделали все возможное» для удовлетворения требований судетских немцев. Чехословакия, чешского президента Эдуарда Бенеша, ругали за его непреклонность. Западные газеты сетовали на близорукость чехов и на их полное равнодушие к делу мира в Европе. Требование о возвращении судетской области в лоно Германии приобрело широкую популярность на Западе. Британский посланник, который был специально направлен для наблюдения за ситуацией, зашел так далеко, что потребовал от Чехословакии изменить свои международные обязательства таким образом, чтобы дать уверенность ее соседям, что она не нападет на них ни при каких обстоятельствах. 28 сентября 1938 года истекал срок германского ультиматума Чехословакии. За 10 дней до этого состоялось экстренное совещание британского кабинета министров, в котором приняли участие глава французского правительства и министр иностранных дел Франции. В ходе этого совещания было решено, что демократическая Чехословакия должна принять требования Гитлера. В Версале Запад принял на себя письменное обязательство защищать границы Чехословакии силой оружия, но теперь под давлением нацистской Германии Британия и Франция решили, что чехи должны отказаться от контроля над Судетской областью ради сохранения мира и обеспечения жизненно важных интересов Чехословакии. В обмен на эту уступку чехам предлагались международные гарантии безопасности новых границ от неспровоцированной агрессии. Лидерам Чехословакии было заявлено, что если они не примут это предложение и не пожелают «спасти мир в Европе», им придется воевать с Гитлером один на один. Теперь все зависит от Чехов, такова была бессмертная фраза Невилла Чемберлена. Но в действительности от Чехов уже ничего не зависело. Чемберлен понимал, что если Чехословакия станет защищаться, Франция и Британия могут оказаться перед необходимостью вступить в войну. Когда в Германии и Чехословакии началась мобилизация, истерическое состояние Чемберлена достигло апогея. Британский лидер решил откупиться от Гитлера чешским оборонительным валом в Судетах. Он несколько раз ездил в Берлин, и в последний момент, за несколько минут до истечения срока ультиматума, ему удалось договориться с Гитлером о созыве Международной мирной конференции в Мюнхене. В ходе Мюнхенской конференции Чемберлен и Деладье в течение 11,5 часов умоляли Гитлера принять предложенный ими «компромисс». В конце концов фюрер внял их мольбам и согласился взять Судетскую область мирным путем. Когда чешский премьер-министр Бенеш понял, что западные союзники стали послушными игрушками в руках Гитлера, он объявил о капитуляции. Чехословакия сдалась перед лицом гитлеровского диктата. «Нас все предали», — с горечью сказал Бенеш. Западные лидеры возвратились в Лондон и Париж с триумфом. Правительства, парламенты и средства массовой информации аплодировали Чемберлену и Деладье, сумевшим приобрести мир в обмен на территории, в кавычках. «Мир сейчас!» Именно тогда этот лозунг пришел на смену государственной мудрости и здравому смыслу. «Друзья мои», — сказал Чемберлен, «я верю, что мы обеспечили мир для нашего поколения». 30 сентября Чехословакия начала отступление из Судетской области. Чешская армия покидала стратегические объекты, горные цитадели, крупные промышленные центры, составлявшие основу оборонной мощи страны. Но Гитлер и не намеревался ограничиваться Судетской областью в своих захватнических планах. Аннексировав Судеты, он представил Чехословакии новый список требований. Нацисты снова инсценировали инциденты с участием чешских властей. Они продолжили распространение лживых слухов о преследовании немецкого этнического меньшинства, оставшегося на урезанной территории Чехословакии. Прошло менее полугода, и 15 марта 1939 года нацистская военная машина прокатилась по оставшейся части Чехословакии. Лишенные укрепленных оборонительных рубежей в Судетских горах, чехи были теперь не в состоянии оказать сопротивление. Вторая фаза гитлеровского плана была выполнена. «С самого начала для меня было ясно, что я не могу удовлетвориться немецкой территорией в Судетах», заявил Гитлер. «То было лишь частичное решение». Западные державы снова ничего не предприняли для спасения Чехословакии. Несостоятельность представленных ими гарантий была лишний раз подтверждена со всей очевидностью. Не нужно прилагать особых усилий, чтобы усмотреть напрашивающуюся аналогию между Судетским кризисом и попытками оторвать от Израиля территорию Иудеи и Самарии. Подобно предвоенной Чехословакии, Израиль является небольшим демократическим государством, создавшим мощную армию. Подобно Судетским горам, хребет, пересекающий Иудею и Самарию с севера на юг, является естественной преградой, защищающей столицу государства и густонаселенную прибрежную низменность. Немцы осознали невозможность покорить Чехословакию путем прорыва через Судетские горы. Точно так же арабские лидеры понимают, что они не могут одержать решающую победу над Израилем, пока Цахал находится в горах Иудеи и Самарии. Так же, как и Гитлер в отношении Чехословакии, они решили использовать против Израиля политическое давление западных держав. Поэтому арабские режимы развернули пропагандистскую кампанию с целью убедить Запад в том, что арабские жители Иудеи и Самарии, которые, как и судетские немцы в Чехословакии, составляют более четверти населения страны, являются особым народом, которого лишили права на самоопределение. И покуда это право не будет ему предоставлено, у арабских государств нет иного выбора, как прибегнуть к войне, чтобы защитить палестинский народ. Как и в случае с Чехословакией, упорство Израиля, не желающего уступать стратегически важные для него территории, представляется общественному мнению препятствием на пути к мирному урегулированию. По аналогии с Мюнхеном, арабы неоднократно требовали созыва международной конференции по Ближнему Востоку, где они надеялись добиться существенной поддержки со стороны США и Европы. Арабы уповают на появление американского Чемберлена, способного заставить Израиль принять их требования. Не следует удивляться тому, что в этой области, как и во многих иных сферах, арабы последовательно используют методы из арсенала нацистской пропаганды. Печально и удивительно то, что их демагогические доводы были с готовностью усвоены многими на Западе. Не проходит и дня без того, чтобы какое-нибудь престижное издание не опубликовало редакционную статью, призывающую Израиль смириться с решением, в точности повторяющим мюнхенскую капитуляцию Запада перед нацистами. Обозреватели и комментаторы уверяют читателей в том, что Израилю пойдет только на пользу отступление из Иудеи и Самарии, поскольку в этом случае он избавится от значительной части арабского меньшинства и добьется этнической однородности. Кстати, и этот довод не нов. В 1938 году лондонская «Таймс», которая была тогда самой влиятельной газетой на Западе, писала «Возможно, правительству Чехословакии стоило бы обдумать, следует ли ему окончательно отказываться от предания Чехословакии большей этнической однородности путем отделения области с иноплеменным населением, граничащей с национально близким этому населению государством. Выгоды для Чехословакии от превращения в этнически более однородное государство могли бы, пожалуй, перевесить те потери, которые связаны с отказом от контроля над областью судетских немцев. Вставьте Израиль вместо Чехословакии и палестинские арабы вместо судетских немцев, и вы можете, не меняя более ни единого слова, поместить эту передовицу в любую западную газету нашего времени. Израиль, против которого направлены воинственные замыслы большей части арабского мира, кажется творцам общественного мнения на Западе виновной стороной конфликта, упорствующей в своих заблуждениях и не желающей устранить препятствия с пути к справедливому мирному урегулированию. Арабы, открыто заверяющие о своем намерении уничтожить Израиль, воспринимаются как поборники умеренности и здравого смысла. К концу 20-го столетия накопилось немало примеров, подтверждающих следующий факт. Принцип самоопределения превращается зачастую в эффективное пропагандистское оружие, нацеленное на Ахиллесову пяту западного сознания. Граждане демократических государств Запада, имеющие долгую традицию уважения к правам человека и к национальной свободе, легкомысленно склоняются на сторону свежеиспеченного палестинского народа, так же, как некогда они склонялись на сторону судецких немцев, требовавших права на самоопределение. Таким образом, именно этот тезис арабской пропаганды может оказаться более действенным, чем попытки представить ближневосточный конфликт как результат израильской агрессии или как следствие проблемы беженцев. Как только арабы заметили слабость, питаемую Западом, к образу угнетенного народа, сразающегося за свою свободу в кавычках, вся пропагандистская машина арабского мира была переоборудована для изготовления соответствующих аргументов на этой основе. Арабы поняли, что они могут убедить общественное мнение на Западе в справедливости позиции, декларируемой ими с 1967 года. Присутствие Израиля на территориях, занятых в ходе шестидневной войны, является изначально и по существу безнравственным. Таким образом, безнравственным является любое действие, направленное на укрепление еврейского государства, пока оно не вернулось к уязвимым предвоенным границам. Два обстоятельства значительно способствовали распространению этих идей на Западе, начало палестинской интифады и развитие дискуссии о еврейских поселениях в Иудее, Самарии и Газе. В последние годы эти вопросы служили катализатором антиизраильской активности ООП на международной арене. Интифада стала подарком судьбы для ООП, которая стремительно теряла свой престиж и среди арабов, и во всем мире, начиная с 1982 года, когда израильская армия уничтожила опорные пункты палестинского террора в Ливане. ООП лишилась территориальной базы, с которой можно было осуществлять военные акции против Израиля. Командные пункты этой организации были изгнаны из Бейрута в Тунис, и ООП оказалась в состоянии глубокого идеологического и политического кризиса. люб스 а по ООП даже